Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время поговорить, пообщаться, поотвечать на вопросы друг друга в нашем неполиткорректном ток-шоу, которое создал Сергей Зацепин, ну а я его ведущий. Сегодня с вами Анатолий Червец. И мы вещаем на волне 14.30 а.м. И на волне 99.1 ф.м. Вы нас можете увидеть и услышать на нашем веб-сайт radio-nvc.com, на нашей страничке Facebook Radio NVC, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале Radio NVC. Как всегда, просьба, зайдя на этот наш YouTube-канал, пожалуйста, нажмите кнопочку subscribe, если вы еще этого не сделали. Если вы уже это когда-то сделали, пожалуйста, не нажимайте ее, так как вы просто выпишитесь. Ну вот. Теперь, вы знаете, сегодня, конечно же, у меня есть тема программы, которую бы я хотел обсудить с вами, но мне, я не часто, если честно, вслушиваюсь в эти ролики представления, но мне понравилось вот это выражение. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставляет вас думать. Вы знаете, я... Это действительно так. Почему? Потому что все то, о чем мы пытаемся вам рассказать, все то, чего мы пытаемся вам донести до вас, действительно, по идее, должно немножко вас заставить не только думать, задуматься по поводу того, о чем мы говорим, о том, что действительно происходит. И, в принципе, это, наверное, так и должно быть. Ну вот. Теперь. Номер телефона в студии. По-прежнему 847-400-5200. Набирайте, будем общаться. Конечно, пожалуйста, делайте это в корректной форме, потому что, ну, не хотелось бы мне с вами ругаться, не хотелось бы мне с вами портить отношения, поэтому давайте будем обоюдовежливы, взаимовежливы и будем друг друга уважать, друг друга мнение, если вы даже хотите поспорить, пожалуйста, но не переходя на личности, и не переходя на некрасивые слова, давайте говорить так, поэтому давайте будем общаться. Вот у нас уже есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да. Добрый день, Деонтолий. Добрый. А сейчас в новостях выскочило, в полоте просто в истерической форме кричало, что это наш прокурор, он брэк-дело, его надо судить, он такое сделал, что произошло, и не могу понять, может, вы в курсе делали. Я понял. Всё, спасибо, слушайте по радио. Это как раз и должна была быть тема моей сегодняшней передачи. Ну, я быстренько, вкратце пройду по тому, что произошло, потому что очень много говорили об этом и в новостях, ну и у нас даже вчера в программе «Народная трибуна», но тем не менее, что произошло? Значит, мы все знаем, что наконец-то наш специальный прокурор, хочу вам подчеркнуть разницу между независимым прокурором и специальным прокурором. Независимого прокурора сегодня такой уже должности нет. Когда-то, по-моему, последним независимым прокурором был Киан Старр в деле Билл Клинтон, Манек Оловенский. Почему он был независимым? Потому что он, в принципе, он ни перед кем не отвечал. То есть он не работал ни на кого. Он просто был независимый прокурор, который должен был провести расследование и прийти к мнению, к собственному, виновен ли человек или нужно ли, если достаточно доказательств для того, чтобы подать на него в суд, либо человек невиновен, но тут уже, опять же, если он невиновен или если недостаточно доказательств, чтобы его взять в суд, в таком случае это расследование прекращалось и выносилось решение вот этого независимого прокурора. Теперь, Баб Малер, он не был независимым прокурором, он был специальным прокурором, которого назначил на тот момент заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов Рад Разенстин в связи с тем, что сам генеральный прокурор на тот момент, Джефф Сэшнс, решил самоустраниться, так как там был конфликт интересов. Джефф Сэшнс самоустранился, Рад Разенстин принял правды правления и назначил специального прокурора. Тем самым, вот этот специальный прокурор подчиняется Министерству юстиции, ну и, конечно же, либо генеральному прокурору, либо его заместителю. Вот. Значит, Баб, это я вкратце объяснил разницу. Роберт Малер был специальным прокурором, которого назначил Рад Разенстин, который проводил расследование, причем у этого человека, его, как говорится, в его, слово вылетело из головы, в распоряжении, вот, в его распоряжении находились, ну просто немыслимые ресурсы. То есть, он имел право допросить, кого он хотел, он имел право вызвать повесткой в суд, кого он хотел, он имел право получить любую информацию, ну, опять же, это информация, которая была в рамках дозволенной, дозволенной Конституции, ну или законами Соединенных Штатов. Так вот, этот человек, который проводил расследование, не буду вдаваться в подробности, неважно как, неважно что, он, в конце концов, провел свое расследование и сделал заключение. Теперь, давайте на секундочку это дело отставим в сторону и вернемся к тому, что генеральный прокурор в свое время, Джефф Сэшн, подал в отставку, и так как должность генерального прокурора имеет право, в принципе, на эту должность президент Соединенных Штатов имеет право предложить фигуру по своему выбору и потом эту фигуру должны либо продвинуть через Палату представителей и потом через Сенат, либо ее не утверждают. Так вот, была выдвинута фигура Белл Барр, Вольям Барр, давайте говорить так, это человек, у которого послужной список настолько безупречен, то есть действительно настолько безупречен, что он просто, он был всегда уважаемым и демократами, и республиканцами, он был генеральным прокурором страны дважды, при буше папе, при буше сыне, человек, который ничем себя не замарал, ничем себя не запятнал вообще. И в свое время оба раза, когда его утверждали на должность генерального прокурора, он, по-моему, первый раз прошел, особенно, ну, в Сенате, давайте говорить так, он прошел 98 процентами, а второй раз, если я не ошибаюсь, 96, или, может быть, наоборот, может быть, первый раз 96, второй 98, но вы понимаете, то есть фактически безупречная репутация с обеих сторон. Теперь, так как в этот раз мы имеем дело с Трампом, так как в этот раз мы имеем дело с абсолютно, ну, безбашенными представителями Демпартии, конечно же, во время утверждения фигуры Бара было сумасшедшее количество, то есть практически все демократы были против, и, если я не ошибаюсь, за него в утверждении и за него проголосовали за все республиканцы и, по-моему, четыре, два или четыре демократа. Все. Все остальные демократы за него проголосовали, конечно же, против, причем не потому, что он был кем-то, каким-то плохим человеком или негодным, профнепригодным, непригодным. Нет, чисто потому, что это был назначен, назначенец Трампа, и чисто потому, что вот демократы просто дали клятву, что все, что связано с Трампом, будет принято в штыки. Все. Теперь, во время его утверждений демократы давили на одну и ту же, на один и тот же вопрос. Постоянно каждый демократ, который выставлял свои вопросы, так как у них там было по пять минут на опрос, обязательно в течение пяти минут был задан один и тот же вопрос. Почему? Потому, что тогда мы ждали выхода рапорта Роберта Малера. И все демократы у него спрашивали, гарантируете ли вы нам, что как только выйдет рапорт Роберта Малера, этот рапорт будет нам представлен во всей своей красе. объясню, почему их это так интересовало на тот момент. И, конечно же, Белбар сказал, да, я гарантирую, что как только я получу протокол, вернее, рапорт Малера, я его отредактирую в зависимости от закона на то, и все остальное я покажу и вам, и предоставлю это публике. Я вам это обещаю и гарантирую. Теперь объясню, почему они так на него давили, именно при том, чтобы показать этот репорт. Во-первых, было интересно, у меня такое впечатление, что ни один из демократов даже не сомневался в том, что Бар выдаст, sorry, что Малер выдаст такой репорт, который полностью очернит, оклевещет и найдет Трампа виновным в сговоре с Россией и в его препятствии правосудию, и вот тогда демократы просто будет, как говорится, танец на костях. И поэтому они хотели удостовериться, что этот репорт будет обнародован. Почему еще раз? Потому что по закону Соединенных Штатов в отношении между специальным прокурором, не важно, кто это, Малер, Джоу Джонс, Стив Смет, не важно, между позицией специального прокурора и генерального прокурора Соединенных Штатов, значит, спецпрокурор обязан предоставить протокол генеральному прокурору, генеральный прокурор не обязан этот рапорт обнародовать. Не обязан. Пожалуйста, запомните это. Как только Билл Бар получил этот рапорт от Малера, он вообще в принципе не обязан был его обнародовать. Он его обязан был показать представителям Конгресса, то есть как Палате представителей, так и Сенату, но он не обязан был это сочинение обнародовать. И демократы во время утверждения они очень хотели удостовериться в том, что он его обнародует. Это как опять же, как люб... Знаете, интересно, я смотрю на все действия демократов, каждый раз они что-то предпринимают, из-за того, что у них полностью поехала крыша, они сами себе выстреливают в ногу каждый свой шаг. Так вот, тем, что они настояли на том, чтобы Билл Барр обнародовал этот протокол, Билл Барр сказал, окей, без проблем. Конечно же, мы уже знаем, что Малер выдал протокол, репорт, который полностью говорил о том, что не было никакого сговора с Россией ни со стороны Трампа, ни со стороны его семьи, ни со стороны его кабинета, и так как это не был бы Роберт Малер, то есть абсолютно про-демократически настроен, я имею в виду не про-демократ, хотя считается, что он вроде бы республиканец, но это человек, который, он антитрамповец или антитрампист, и он делал все абсолютно то, чтобы полностью очернить Трампа. Так вот, он бы не был Баба Малером, если бы он в своем двухтомнике, во втором томе, который касался именно препятствия правосудию, если бы он не оставил дверь приоткрытой, для того, чтобы произошел вот тот цирк, который произошел у нас вчера. Теперь, он абсолютно точно, четко сказал о том, что Трамп не абсолютно не участвовал ни в каком сговоре с Россией. Это было точно бесповоротно. Все. Но, так как Малер все-таки не принял решение, причем, хочу вам заметить такую вещь. Это человек, который опросил более, по-моему, 500 свидетелей, который выписал более 500 повесток, который получил только от администрации Трампа 1.4 миллиона бумаг, документов. 1.4 миллиона. Человек, который потратил более 25 миллионов на расследование за вот все это время и после всех дел этот человек все, что он мог сказать, что он не нашел достаточно доказательств, обвинить Трампа в препятствии правосудию, но тем не менее он и не может его оправдать. То есть, вот такая вот абсолютно негодная, абсолютно, как говорится, партизанская такое заключение вот такого, как они про него говорят, что он просто импекабл, он ну это просто человек совести, чести, это рыцарь, это все и так, и так, и так. Так вот, этот рыцарь, у него не хватило смелости для того, чтобы он понимал, что если он сейчас полностью оправдает Трампа, как в Калужин, так и в препятствии правосудию, его просто через такую мясорубку пропустит Демпартия, что на выходе от него не останется сухого места. Поэтому, для того, чтобы как-то себе все-таки оставить путь отхода, он не вынес четкого предложения по поводу препятствия правосудия. И он сказал, что я это выдам, то есть, дам на решение Конгресса, то есть, Сената и Палаты Представителей. Тем самым, он открыл дверь, где и Сенат, и Палата Представителей имеют право допрашивать свидетелей, для того, чтобы все-таки принять вот это решение. Теперь, так как Малер работает на генерального прокурора, в нашем случае, это Билл Бар, Малер предоставил Биллу Бару вот эту возможность принять решение по поводу препятствия правосудию. Билл Бару являясь человеком высочайших моральных устоев чести, совести и профессионализма, он предложил рассмотреть вот эту часть репорта не только самому себе, а он предложил и, во-первых, зам генерального прокурора Рад Рад Разен Стену и сотрудникам Баб Малер комитета с ним рассмотреть вот эту ситуацию по препятствию правосудии. Значит, ни Рад Разен Стен, ни Билл Бар, ни кто из приближенных Роберта Малера не смогли доказать четко вину Трампа в препятствии правосудию. Почему? Потому что для того, чтобы доказать препятствие правосудию, для этого нужно иметь, во-первых, причину, во-вторых, нужно иметь интент, то есть нужно иметь намерение препятствовать правосудию, и третье, нужно сам факт препятствия правосудию. Так вот, никто из всех, которые рассматривали вот эту часть рапорта, ни один из них не смог достаточно привести доказательств, чтобы взять, допустим, если бы можно было взять Трампа в суд, то даже привести его в суд, для этого нужны веские доказательства, потому что иначе судья скажет, ребята, тут вообще дела нет. Так вот, никто из них не смог все-таки привести доказательства достаточно веские, чтобы обвинить Трампа в препятствии правосудию. И в этот, именно тогда Билл-Бар принял решение. Теперь очень важно, очень важно по датам. Значит, репорт Малера Билл-Бар, генеральный прокурор, получил 24 марта этого года. Так как он настоятельно просил, причем Малер этого не отрицает, так как Бар, будучи боссом Малера, попросил его, сделай, пожалуйста, так, чтобы, когда я начну смотреть, какие места рапорта нужно отредактировать, чтобы они уже были выведены в итог, для того, чтобы у меня не занимало слишком долго времени на то, чтобы это все редактировать. И, конечно же, вот вам, пожалуйста, вот вам рыцарь чести, совести и негодяй Роберт Малер, который дал протокол, репорт Биллу-Бару просто абсолютно без всяких пометок, помарок. Для чего? Потому что все прекрасно понимали, для того, чтобы отредактировать этот репорт в том виде, который был получен, на это уйдет как минимум 3-4 недели, потому что слишком, представляете, там рапорт на 448 страниц. Каждую страницу нужно было прочитать, высчитать, что из этого должно быть отредактировано по закону, отредактировать и только потом представить это на показатель, на показания. Так вот, зная то, Билл-Бар, я имею в виду, зная то, что у него займет как минимум 3-4 недели на то, чтобы провести эту работу, он тем не менее пообещал представителям Сената и Нижней Палаты, вернее, Палаты представителей, он пообещал, что он это сделает как можно быстрее и постарается уложиться вместо 3-4 в 2-3 недели. Но для того, чтобы все-таки он же понимал, что будут вот эти 2-3 недели Трампа будут мешать с грязью. Он знал уже, что написано в этом протоколе, или в рапорте, он знал это. И он также понимал, что вот эти 2-3 недели, которые он будет редактировать, во всех средствах массовой информации будет полностью выливаться яд на Трампа, мешать, то есть мешать его с грязью до тех пор, пока этот репорт не появится наружу. И предвидя все это, Белбар принимает решение просто вынести конечный результат в своем письме. То есть он даже не обобщал, вот опять же, очень важно это помнить. Давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, чтобы я потом не прерывался и я вам объясню, как это дальше работало.